Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Имер, идёт 14-й день жизни этого сервера и на карте сразу видны определённые изменения. Новые игроки потихонечку развиваются, вот этот вот товарищ Аванпост здесь заложил, не знаю почему он тут никакие территории себе не захватывал дальше, а сразу Аванпост решил там где-то вдалеке, может переезжать тоже собирается, не знаю, какой-то хитрый план у этого товарища. Также здесь Галаксико зашёл на место Элефантаса, бывшего, да, новый игрок, непалевно так зашёл, да, и он уже рейдит вот этого соседа чуть повыше. В общем, да, тут интересные дела. Ну и конечно же, мы сразу видим, что вот этот наш нижний сосед тоже вот буквально сегодня ночью зашёл в игру на место неактивного товарища. И он предложил мне право прохода, но не предлагал мирный договор. Не к добру это, наверное. Ну, в общем, он тут что-то делает потихонечку, да, что-то понастраивал ещё домов вокруг своего вот этого укреплённого района, понастраивал миллион складов в стороне, с которой мне неудобно будет их грабить, если вдруг он когда-нибудь станет неактивным, да. Вот здесь понастраивал кучу складов, которые заполняются тут всякими разными ресурсами. Начал плавить интенсивно медь, ну, в общем, занимается, занимается, да. Животноводство потихонечку тоже начинает развивать, у него его не было раньше. Посмотрим, что будет с этим товарищем в дальнейшем. Я, опять же, надеюсь, да, что часть этих игроков забьёт на игру и пойдёт, например, на второй сервер, он уже буквально через пару дней рестарт будет, да, и многие игроки, я думаю, пойдут туда. Будут ли они продолжать здесь, будут ли играть там, пока неизвестно, вот, но посмотрим, да. В любом случае, многие очень ждут нового сервера, и вот как раз буквально через несколько дней на втором сервере будет рестарт, плюс потом ещё на... В пятом, по-моему, тоже, может быть, через недельку рестарт будет, поэтому, может быть, тут игроков чуть поменьше станет со временем. Но это, опять же, не факт. Посмотрим. У нас, в любом случае, сегодня очень важная тема. Следующая по важности, наверное, после бартера, потому что... Я не знаю, можно ли получить эту технологию до бартера или нет. Мы сейчас на английском, потому что, да, русский перевод, чем дальше, тем хуже становится, вот. И была изучена технология городской администрации. Мы сможем теперь, наконец-то, сделать из нашей деревушки город. У нас появится возможность дополнительно заклеймить ещё две территории и дополнительно основать ещё две региональные территории. Эта технология, в принципе, несложная была. Ну, как она сложная? Там 77% вот такого же. Да, примерно столько же было шанса, да. Нужно было 50 глины на неё потратить. Мне пришлось докупить щиток глины, потому что не было на момент, когда я получил эту технологию. И, в принципе, кроме того, что её исследуют наши эти самые чиновники, ничего, в принципе, интересного в ней не было. Ну, конечно, повезло, что она с первой попытки изучилась. И к тому времени, как я начал её исследовать, у меня там 100 с чем-то очков исследований набралось. А на неё всего лишь 250 нужное. Я наполовину сразу её ускорил. И, в принципе, всё очень хорошо с ней сложилось. И это весьма важная технология. Мы сегодня будем расширяться. Этому товарищу явно не понравится моё расширение. Но у меня как бы выбора нет, да, куда расширяться. Поэтому мы будем расширяться вокруг него сейчас. Но первым делом нам надо улучшить наше... Как там оно называется? Центральное здание, короче, в нашей деревне до городской администрации. Там будет работать больше рабочих. Которых нам нужно будет где-то взять. Вот. Но давайте мы сначала посмотрим сейчас, что у нас вообще после перехода на бартер. Какие... Какие дела. Дела-делишки. В целом по экономике. Сейчас 81 плюс по монетам идёт. Но это потому, что я довольно высокий поставил принудительный труд. Поэтому хороший... Ну, относительно хороший такой доход у нас идёт. Вот. Вклад лидера не шибко поменялся. Он сейчас, видимо, как-то по-другому считается. Если раньше просто 95% своего богатства лидер в казну нам отправлял, то сейчас как-то всё по-другому. Потому что у нас что в прошлой серии было там 30 монет с него, что сейчас 44 монеты, а он стал богаче в три раза. Вот. Но небольшой вклад... Ну, его вклад увеличился в... Легитимность. В нашу. Но пока всё равно не получается убрать какие-то политики, которые поддерживают олигархат наш. К сожалению. Вот очень хотелось бы не непотизм этот убрать. Вот эту тоже очень бы хотелось убрать. Но если мы и убираем, то олигархи становятся очень недовольны. И из-за этого у нас становится очень низкая легитимность. И мы не вытягиваем... По лояльности не вытягиваем просто в данный момент. Конфликт упал. Нормально так, в принципе, упал, да? И это позволило поднять принудительный труд. Но в целом... Пока так себе я чувствую себя здесь. Торговый баланс идёт в плюс. Возможно, потому что... Сейчас давайте посмотрим, что у нас по торговле. Может быть, у нас что-то кто-то покупает. Но, по-моему, никто ничего не покупал. Давайте посмотрим. Вот здесь мы можем посмотреть все наши продажи. О, у нас купили... Кстати, да, один кусочек золота. Я там немножко золота решил продать, потому что... Я подумал... Да, давайте вот сюда посмотрим сразу. Вот это здание нам нужно улучшить, чтобы... Мы могли деревушку сделать городом. И тут написано, что нужно... Ну, как бы, да? Стоимость 593 монеты. Но, по-моему, это стоимость именно ресурсов общая. Потому что она меняется. Давайте мы нажмём на эту кнопочку, наверное, и сразу узнаем. Да. Мы... Нет, всё правильно. Хм... Мы пошли в минус. Зря я на кнопочку нажал, короче, сейчас. Мы пошли в минус. Давайте посмотрим. Мы в долгу. Так. Короче, нам нужно где-то набрать денег. Где-то набрать денег. Но сейчас у нас ситуация по деньгам станет немножко лучше, когда мы сделаем деревушку городом, потому что там дополнительное содержание бесплатное идёт. И улучшится ситуация в плане вот этого... Как он называется на русском? В плане потерь. Вот. Ну и посмотрим в целом, как что поменяется, когда мы достроим. Ну да, тут я не угадал. Не угадал. Ммм. Ну давайте вернёмся тогда к торговле. Посмотрим, что ещё у нас в целом происходит в плане торговли. Так. У меня купили немного горшков. У меня купили ещё немного горшков. Я решил попробовать продать рис свободным торговцам. И это... Да, это на самом деле в минус я продал его. Я заплатил, чтобы у меня свободные торговцы забрали 10 риса. Мне просто интересно было, как это работает. Но вот если мы посмотрим, да, у них цена по 1,8. Если мы продадим 100 риса, то я заплачу за это 11 монет вместе с рисом. Из-за того, что идёт часть заработка местным производителям. И потери и того прибыль никакая. Покупали у меня немного медной руды. Да. Неоднократно тут. А, это золото я, да, отправлял сам себе, получается. Здесь тоже все эти торговые сделки отображаются. Также и по... По перекидыванию мяса. Где-то куда-то я 96 мяса увёл. Ну да, это вот обе мои территории, получается. Так. Тут я покупал... Да, это опять же сам у себя покупал я. Забирал с аванпоста золото. За это тоже мы деньги, естественно, платим. Тут я покупал немного нута. У меня покупали кожу. Опять же, свободные торговцы у меня медную руду купили. Прибыль какая-то хоть пошла. Это опять же перекидывание мяса между своими территориями. Что-то цифры тут большие какие-то. Странно. Я там по 12 штучек продаю. Или они вот как-то, может быть... Может быть, там сразу несколько покупок было. Ну, потому что как раз они все кратные 12, да? Вот. Вот так вот я продаю обычно. Ну, сперекидываю. Ну и в целом не то, чтобы много покупок идёт. Я поставил продавать рис. По 2,5 монеты. Пока что желающих не было. Тут вот кто-то вроде как готов был покупать рис. Но по какой-то причине этот ордер не активный сейчас. А, ну, видимо, он рис потребляет. Или, может быть, он поставил... Короче, когда у него меньше становится 20 риса на складе, он покупает ещё 10. Как-то вот так. То есть, может быть, через время он купит у меня партию риса, как минимум. Вот. Тут я ещё немножко кирпичей купил, глиняных, для того, чтобы как раз здание это построить. Вот. Ну и повыставлял на продажу немного разного товара. Ну вот это вот мясо, опять же, по одной монетке туда-сюда гоняю. Ещё один кусочек золота пытаюсь продать. Ну и продажа золота это не самый, как бы, лучший вариант. Потому что... А тут его, кстати, нету уже, да? Потому что золото нам и самим нужно. Но мы его там потихонечку производим в целом. Вот. И ещё одну штучку я, в принципе, может быть, одну или две продал бы. Просто, чтобы, как бы, да, из минуса хотя бы выйти. Уже вон копья потихоньку тоже продают по 10 монет. Они и по 10 монет у меня производятся, в принципе. Поэтому я не думаю, что для меня будет прибыль. Ну, в три монетки прибыль, да? Если по 10 и 4 продавать. Если по 10 ровно. Ну, те же три монетки прибыли получается. С одного копья. Но я пока копья продавать не буду. Может быть, они нам самим пригодятся. По три монеты... Можно ещё продать десяток горшков. 11 монет я с этого получу. В принципе, давайте продадим. Они у нас тоже там нормально в плюсы идут. Что ещё интересного есть? Топоры, да, покупают по 9,5. Ну, опять же, это просто ордер на покупку. И если вдруг кто-то захочет продать, то, конечно, да. Это будет фиаско для кого-то. Потому что у них себестоимость двадцатка. Так. Ну, и вроде больше ничего такого интересного здесь нет. Чтобы мы могли продать на данный момент. Кожу по полторы покупают. И продают по полторы здесь, да? Если поставить вот так. Ну, я пока поставил на продажу кожу. Если вдруг кому-то будет очень надо, да? По две с половиной, я думаю, нормальная цена её купить. Потому что я её по три здесь продавал. Да, по три монеты. И покупали по чуть-чуть. Кожан... Кожаную эту... Ммм... Да, мы здесь в минус идём. У нас её себестоимость четыре монеты. Это совершенно невыгодно. Получается... Грязь... Тоже в минус. Удивительно. А, это покупка у меня тихо. А, ну да, это покупка. Всё правильно. Всё правильно. Я всё время путаю. Я вижу, сэл. Значит, продать. Но нет, это значит... Это он продаёт. Так. Так, так, так. Хорошо. Я согласен. Давайте смотреть. О! Десять теперь здесь рабочих. Да. Потребление глины выросло, по идее. По прибыли стало меньше всё же. А, ну правильно. Мы ещё город не сделали. Да-да-да. Мы теперь можем... Стоп. Автоматом сразу... О, да. Автоматически наша... Наша деревушка стала городом. Четыре очка в расширение. А у нас, получается... Два ещё осталось. То есть четыре и было на этом самом... На деревушке, что ли? А, нет-нет-нет. Мы одно получили как раз с технологией. Всё время. Всё-всё правильно. У нас технологии как раз... Этого городской администрации. Давайте посмотрим. Тридцать монет бесплатного содержания должно быть. Двенадцать башен мы можем поставить. А если... Вот здесь, то... То есть на двадцать монет мы должны в плюс пойти были. Именно вот в плане территориального содержания как раз. Может быть, ещё не обновилась ситуация. Посмотрим. Ну да. Если бы у нас были деньги, мы могли бы... Ещё несколько новых территорий себе сейчас региональных сделать. Потому что нам, чтобы... А, ну, кстати, нам заклеймить эти территории нужно. Не заклеймить. Нам надо рядышком территории заклеймить. Я, короче, куда хочу выйти. Вот сюда хочется... Потому что, да, на место бывшего игрока, которого первым мы рейдили. Потому что здесь два источника мяса и здесь источники еды есть. Мы сразу можем сходу определённую пользу с этой территории получать. Она не самая хорошая из-за счёт того, что там нет реки. Но в целом... В целом пойдёт. Вот. И, наверное, вот эту территорию. То есть мне нужно будет заклеймить здесь. Поставить региональную территорию здесь. Заклеймить где-нибудь здесь. И поставить региональную территорию здесь. И у нас ещё останется один клейм, который можно будет куда-то потом поставить. Не знаю, куда. Может быть сюда, на серебро. Но серебра там так мало, что я не уверен, что это хорошая идея. Может быть куда-то сюда. Хотя нам это, в принципе, не нужно. Не нужна территория уже будет. У нас, по-моему, город это максимум. И пять региональных территорий это максимум. Или нет? Сейчас я проверю. Нет, это ещё не последний уровень развития поселения. После тауна будет сити. После города будет город. Ну, как-то так. Вот. И там у нас будет уже семь региональных территорий. Можно содержать. И ещё добавятся три дополнительных клейма. Что тоже не дурно. То есть нужно будет как раз вот сюда, может быть, и региональную территорию одну ещё поставлю. Потому что тут есть копибары те же. Ну и джунгли мы тут будем выращивать. И может быть сюда. Тут тоже интересная территория в целом. Вот. Но опять же посмотрим. Посмотрим. Может быть мы не доживём до того момента. Потому что в любой момент нас могут зарейдить. Так. Я тут даже так, чтобы перестраховаться на всякий случай, ещё 20 лучников поставил этими самыми в ополчение. Мне ополчение не нравится, потому что оно снижает лояльность. Да, на 2,3 мы лояльности теряем из-за этого ополчения. Но всё-таки это чуть-чуть безопасней стало в нашем городе. Стоп! Куда бабло всё делает? Огромные какие-то просто нереальные пошли потери у нас по какой-то не совсем понятной мне пока причине. Что у нас не так? Что у нас не так? С потерями мы можем бороться путём... Повышение привилегий для этих... Для... Чиновников. Давайте посмотрим, что у нас будет, если мы сделаем... Но если мы так сделаем, то у нас в 0 лояльность уйдёт. Но, кстати, не в 0. Но где-то рядом с 0. Если мы при этом снизим до 10, например, принудительный труд... 26. Сейчас посмотрим. Предлагает мне знания, но у него... Мне кажется, что у него нет вот этих вот 125 очков исследований. И это просто такой... Ну, как бы... Мне не жалко, да? У меня сейчас эта технология не изучена. Он предлагает за меня её изучить, так сказать, да? Отдать свои знания... В мою, как бы... В мою пользу, да? За мои вот эти идеи просто. Если он такие у него... Если у него есть 125 очков исследований, то... Я, в принципе, не против. Если нет... О, уменьшились до 14 потери. Мы как бы идём в плюс пока что. Но ещё, мне кажется, не до конца опустился принудительный труд. Опять же, тут время надо. Так, давайте посмотрим на знания. Да, у него были действительно эти очки, и мы получили эту технологию. Она нам... Не нужна, по-моему, совсем. Ну, ладно, я не против. Но часто игроки, которые давно не играли и не совсем понимают, как это работает, они предлагают такие вот торговые сделки, не имея очков исследований. И городской администра... А, это уже кто-то другой. Эль президента из тропика. Хорошо, хорошо. Давайте я, по-моему, с этим товарищем первый раз встречаюсь, поэтому мы предложим ему ещё... Мирный договор и правопрохода, и правопрохода. И поставим на 15 дней по стандарту, вот так. Так. Ну, пока... Если будет держаться на вот этом вот уровне, на 103, то это будет... А, ну, нет, это всё равно будет плохой вариант, потому что мы всё равно... Нам не хватает немного лояльности. Чуть-чуточку. Чтобы в норме быть... Не, он согласился, да? О, ну, да. То, что я говорил, ещё просто не до конца обновил. Наверное, ещё даже не до конца обновился, не обновился этот принудительный труд. И это, наверное, всё-таки не вариант для нас. Но мы можем как-то поиграться, наверное. Наверное, поставить, например... Ой... 15 привилегий и увеличить принудительный труд. До... 15, например. И по лояльности мы уже идём в плюс. Ну, осталось только дождаться пока... Через какое-то время обновится здесь статистика, чтобы посмотреть, что получается. Но пока в любом случае, да, мы из нашего минуса потихонечку-потихонечку выходим. Очень медленно, конечно, и неприятно. Но посмотрим, что получится. Как же хочется убрать что-нибудь... что-нибудь отсюда на поддержку олигархи. Но пока никак. А, давайте посмотрим, можем ли мы пойти сейчас в минус. И, например, создать отряд национальной армии с одним носильщиком, к примеру. Да, мы можем дальше идти в минус, если... Алло? Или не можем? Не можем. Да. То есть, армия как бы создалась, но... Ну, мы распускаем формацию. Она нам такая не нужна. Так, тут нормально. Тут... Чуть похуже стало. Но пока еще не изменились потери совсем. Может быть, мы еще можем уменьшить поддержку... Ну, этот... Привилегии для чиновников. О, у нас одежду купили, да. Поэтому как раз немножко лучше дело стало. Я решил продать 10 одежды, которые нам за задание, за исследование дали. 30 монет тут плюсом. Просто потому, что нам одежда сейчас не нужна. Для того, чтобы использовать эту одежду, ее нужно в очках цивилизации вложиться в нее. И... Для того, чтобы ее производить, нужно сначала в шерсть вложиться. Короче, мы пока до одежды еще не скоро доберемся. И она нам не нужна на данный момент. Я решил ее сразу продать. Тут еще какие-то новые идеи у нас появились. Давайте посмотрим. Это щиты. Вот эти вот сельскохозяйственные инновации, это просто исследование, которое может дать нам новое исследование. Очень низкий шанс, но какие-то там передовые технологии. И это эндгейм такие исследования, которые как бы... Да, от которых сейчас смысла нет. Так, оружие из обсидиана. Пиво. Опять же, на пиво нужно 3 очка цивилизации. Целых 3. А чтобы выращивать ячмень этот, нам нужно еще 2 вложить. То есть для того, чтобы цепочку пива организовать, нам 5 очков цивилизации нужно. Это 5 дней с моими темпами нынче. Я сейчас убираю даже то, что мы вложили потребление украшений, да, потому что я не знал, что они ничего не дают, пока не удовлетворен более высокий спрос у населения на пиво в данном случае. Вот, поэтому пока что я убираю, потом вложим. Я бы, может быть, и таверну сейчас убрал бы, потому что, опять же, нам в ближайшие несколько дней она не пригодится. Но мы можем только одну убирать культурную черту за... Ну, за раз, да? Вот, поэтому ждем. Через сутки уберутся как раз украшения. Через сутки добавится еще одно очко цивилизации. И... И что? И я, может быть, вложу куда-нибудь... А, да, у нас было 2 очка цивилизации еще в прошлой серии, по-моему. Я вложил их в мясо. В мясо. Единичку вложил. Я не помню, в записи это было или не было. Но это очень сильно помогло прокормить наше население в наших региональных территориях и на аванпосте. Да, теперь тут все хорошо в плане мяса. Тут у нас, да, свое производство, свой охотник есть. Кожу тут фигачит, и мясо немного есть. Вот. И... Здесь... У нас очень много риса производится. Там 2 полностью забитые фермы производят десяток... 13 риса. И... Мы эту территорию только одним мясом кормим, как раз им... Это позволяет весь рис забирать в столицу. И пока он тут просто на самом деле накапливается, да. 11 риса идет в плюс. Мы удовлетворяем полностью... А, нет, уже не полностью. У нас население выросло, и у нас можно один дополнительный рис населению скармливать. Давайте поставим. Но нужно, наверное, строить уже другие фермы, потому что рисом одним... Учитывая, что его пока никто не спешит покупать, потому что, правильно, как бы логично, что его сейчас на, как бы, начальной стадии бартера и развития, как бы, в целом экономики у игроков никто не покупает, потому что, чтобы есть рис, нужно, опять же, вложить единичку очков цивилизации в потреблении этого риса. Вот. Поэтому, да, тут нужно будет подождать, когда у людей появятся свободные очки, когда у них города будут весьма большие, и нужно будет больше больше типов еды, чтобы поддерживать население стабильное. Вот тогда уже начнут, конечно, скупать. Но пока пока все не очень. Так, я хотел я уже забыл, пока все это я рассказывал, что я сюда пришел. А, поставить дополнительное потребление риса. Вот так вот. Давайте посмотрим, как тут дела. Плюс 60. Мне кажется, мы можем еще убрать с привилегии давайте может быть десяточку поставим. Это мы пятерку убрали и можем, наверное, принудительного труда еще немножко добавить. Восьмерочку, например. Как оно там? Один к одному идет? Ну, вроде да, вроде один к одному. Посмотрим, как сейчас ситуация поменяется. Потери еще даже уменьшаются. Интересно, почему у нас тогда потери скаканули. А, знаете, блин, знаете, почему у нас потери тогда скаканули? Черт, мы можем их убирать обратно. Сколько там у меня было? По-моему, пятерочка стояла по умолчанию. И можем сразу принудительный труд ставить, сколько там у меня стояло? 20. Я уже не помню сколько. Поставим побольше. у нас из-за того, что вот эта статистика обновляется долго, скаканули здесь потери просто потому, что у нас вот это здание не работало 4 минуты и не производилась администрация. А теперь ее производится достаточно много и теперь потери будут у нас минимальны. Мы даже можем, наверное, еще и уменьшить привилегии вообще для этих самых, для чиновников убрать их в принципе полностью. может быть даже так. Посмотрим. И не очень хочется как бы принудительный труд дальше повышать. Но мы подумаем еще над этим. Хотя бы на время, чтобы из этого минуса выйти. Мы можем, если очень сильно много лояльности, попробовать поставить сельскохозяйственные сборы, которые мне как-то не особо нравятся, но попробовать можно. От них как-то не ощущается какой-то прибыли. Если их ставить на много, то там довольно большой штраф идет к... Но опять же, они будут ощущаться более серьезно, когда у нас будет больше ферм, больше товаров мы будем в столице продавать. И не только в столице, а просто продавать больше товаров будем сельскохозяйственных, тогда будет больше ощущаться прибыль вот этих вот сельскохозяйственных сборов. так. По очкам мы сейчас проседаем. 17 я по вот этому рейтингу здесь. Да, ребята просто улетели по очкам очень сильно от всех остальных оторвались. и где там наши галактические свины 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, и я где-то если так смотреть. Так. Еще, кстати, да, по поводу перехода на бартер, по поводу вот прошлой серии, я ее закончил на том, что сказал нужно, чтобы цены устаканились, да, на все товары, тогда может типа лучше будет, как вот например кожанки начали бодро производить, когда цена на них поднялась, вот, и мне ребята подсказали в дискорде, что если взять какой-то товар, вот типа золото, например, у нас золото стоило ну там что-то какие-то копейки, короче, 20 монет, если я не ошибаюсь, литок золота стоил в прошлой серии, но если его поднять в армии, да, в инвентарь армии, и потом выгрузить опять в поселение, то цена обновляется до более актуальной, и действительно сразу же, когда я так сделал, цена взлетела в космос, и так как этот товар у нас лежит на складе, это дает нам дополнительное богатство нашей территории, мы, кстати, наверное, можем уже в принципе отключить уже продажу золота, давайте посмотрим, и уберем его здесь, мотыги поставил, никто мотыги не продает, я поставил их на продажу, может быть, кому-то очень срочно нужно будет немного мотыг, они по довольно дорогой цене я поставил, но вдруг если кому-то очень нужно будет, то они смогут купить, потому что мотыг у нас довольно много собралось, и, ну, они нам пригодятся сейчас, когда мы будем развивать региональные территории, конечно же, но для начала нам нужно выйти из минуса, но вот это уже другое дело, и мне кажется, принудительный труд еще возрастет, сколько у нас было принудительного труда, когда было здесь 190, сложно сказать, но поднимать мы не будем его в любом случае, тут у нас пока все на минималках, да, это вот ниже опускаться не стоит, опасно будет, можем пока еще попробовать разместить одного бизончика, которые не бизончики, а буфало, которые буйволы по- по- нормальному, проблема только в том, что, да, размещать их уже особо и некуда, тут лесопилка типа стоит, наверное, вот сюда попробовать, давайте, может, с этой стороны как-то вот так, сколько получается половина, короче, вот так мы сделаем пока, плодородие 2,3, чуть-чуть больше половины без этого буйвола здесь будет пастись, сюда еще можно, вот сюда, кстати, еще тоже можно, в принципе, здесь можно небольшую построить, небольшой загончик, здесь тоже кусочек можно, тут плодородие 1, да, не очень хорошее место, здесь, кстати, вот еще есть место для довольно большого пастбища в целом, вот, вот, так, да, мы можем, кстати, пойти заклеймить территорию сейчас себе сразу, вот это нам нужно, чтобы здесь региональную территорию разместить, нам надо, чтобы рядом с ней было 2 территории, а чтобы, например, да, здесь территорию разместить, нам надо, чтобы рядом с ней было 2 территории, поэтому мы не можем здесь и здесь поставить эти наши регионалки, да, стоп, так, клеймим, да, теперь попрямо отсюда уходим, оооо, это фиаско, я совсем забыл, что для клеймана, после клейма, армия идет в этот самый, в лагере, блин, ну, кстати, лояльность тут и без армии держится, может быть, еще не обновилась и территория не поняла, что армия свалила, но это, как бы, сейчас самое основное для нас, армия давала там дополнительную лояльность, да, 4, сейчас 4 лояльности отсюда уберется, и мы будем здесь стоять, короче, 10 часов, о боже мой, это фиаско было, но за 10 часов мы богатыми станем, и конфликт теперь растет, а, кстати, конфликта армия нам тоже уменьшала, кстати, насчет, ну вот, вроде бы, вроде бы, в целом, да, экономическая наша ситуация уже более-менее устаканилась, я надеюсь, давайте мы уберем сельскохозяйственные вот эти вот поборы сейчас и посмотрим, поменяется ли что-то через время или нет, ну вот, немного времени прошло, и как-то не шибко поменялась, да, ситуация в плане прибыли, но зато поменялась ситуация в плане лояльности и конфликта, да, без этих поборов лишних, поэтому пока что, пока они не слишком действенны, насколько я понимаю, из-за того, что у нас, опять же, мало сельскохозяйственных работ, ну, мы их сколько, ну, в принципе, довольно неплохо сможем увеличить, когда еще две региональные территории застроим фермами, ну, посмотрим, посмотрим, в любом случае, нам надо немного подождать, через часов пять мы уже будем в пятьдесят монет плюса, примерно, да, и может быть, тогда уже продолжим, да, посмотрим, через пять часов, ну, этому реально одиннадцать часов сидеть еще здесь, мы бы могли, если бы эта армия была здесь, мы могли бы принудительный труд еще немножко поднять, да, кстати, еще из-за того, что у нас больше стало работать этих самых чиновников, да, у нас меньше сейчас на других работах людей, да, мои мотыги никто никто уже не производит, я поубирал на самом деле через какое-то время все эти закупки государственные, ну, они довольно сильно на баланс бюджета влияют, особенно, если топоры закупать, вот, и какое-то время после того, как убрать эти закупки, цена еще держится, да, и они еще рабочие производят на полную катушку, то есть в идеале вот так вот поставить везде можно, ну, на наших трех основных инструментах сейчас все остальное нам по большому счету не нужно, вот, и сейчас цена поднимется, то есть, да, рабочие поймут, что вот тут деньги есть, тут платят, не цена поднимется, а просто то, что зарплата будет у этих рабочих и увеличится производство через какое-то время, а потом мы просто отключаем вот эти штуки, еще там не знаю сколько по времени, но какое-то время они будут производить на полную катушку всю эту продукцию, и тут у нас мотыги производились, да, весьма-весьма неплохо, очень неплохо, там по восемь по-моему было где-то, за 90 минут за цикл, ну, сейчас давайте быстренько глянем, подождем, а потом я пойду другими делами позанимаюсь на ближайшие часиков пять, пока мы в плюс выйдем, ну, вот, потихоньку разгоняемся, но как-то медленнее, чем обычно, возможно, потому что у нас денег просто нет, да, ну, давайте сейчас это мы отключаем, и пусть себе работают потихоньку, потому что, да, на 70 монет, считайте, мы потеряли, как бы, свой доход, ну, вот, так немного лучше получается, конечно, и производство осталось, да, на своих вот этих вот показателях, и какое-то время еще будет производиться именно с таким же темпом, ну, а я, наверное, сейчас пойду, чем-то займусь полезным на пять часиков, у нас экономические циклы по два с половиной часа, да, через пять часов, по идее, мы должны будем выйти, если ничего не поменяется, выйти в 50 монет плюсом, нам, как раз, может быть, хватит немного этих самых нанять поселенцев, чтобы заложить новые территории, ну, вот, прошло уже какое-то время, этому отряду еще здесь немало стоять придется, но я подготовил немного поселенцев с вот этой региональной территории забрал, тут были лишние рабочие, и мы можем уже, у них очки действия установились, у нас немножко деньжат уже есть, мы можем заложить поселение, не поселение, оригинальную территорию, выбираем countryside, и, да, countryside к нашему глаху 1, и пять жителей мы уже можем сразу, по идее, занять работой, первым делом воду поставим, чтобы не забыть, а то, а то можно за, я могу, и у нас здесь четыре, кстати, это у нас, о, мы можем повосстанавливать здания, которые здесь были построены, и были разрушены, собственно, когда эта территория была покинута после рейдов, это в целом хорошо, тут, по-моему, строятся эти самые лачуги наши, жалко, конечно, те ресурсы не остались, которые здесь были, но я, наверное, тут и поставлю склады, место хорошее, хоть немного кривое, нам много складов здесь не надо, так, не хочет, но, наверное, стоит все-таки уничтожить вот эту вот ограду, просто потому, что мы за нее платим деньги, немного, да, но вот за ворота мы, ух, ничего себе, четыре монеты мы за ворота платим, нет, это много, удаляем, короче, все заборы, за заборы тоже по 0.15 монеток содержание идет, и, ну, это не очень приятно, склады, по идее, должны были автоматом, а, вот сюда закинули склады, в принципе, не важно, так, дальше нам надо давайте посмотрим охотники здесь, охотники здесь, но этих дома не остались, поэтому мы в любом случае их строим, давайте второго уровня, да, охотники нас интересуют, три монеты будет стоить само здание, сюда, и вот куда-то, наверное, я даже на глину поставлю, потому что это плодородная земля с шестерочкой, с шестерочкой местами, с шестерочкой плодородия, да, глина нам, в принципе, не особо нужна, по большому счету, рабочие здесь уже, как бы, да, все, которые у нас есть, будут заняты, но давайте мы сразу разместим первого уровня фермеров, вот так вот сюда, и вот так вот сюда, и в принципе, эта территория все, здесь больше зданий ему построить не можем, ну, можно, конечно, там организовать еще будет доктора какого-нибудь там, да, но я не уверен, что я хочу здесь доктора сейчас так сходу строить, тем более работать надо будет на, хотя, может быть, может быть, и доктора, давайте поставим, одного рабочего поставим, а, просто подглючило, поставим критический приоритет, доктор туда пойдет с удовольствием работать, потому что это все-таки деньги для него будут, здесь поставим низкий приоритет, здесь поставим тоже низкий приоритет, может быть, так как это, в принципе, прибыльные здания и рабочие там будут работать, они будут игнорировать эти работы, то, может быть, приоритеты будут здесь работать, потому что в наших производственных зданиях, в столице, там приоритеты все игнорируются и люди идут, ну, свины идут работать только туда, где платят, да, на приоритеты там вообще плевать, и чем больше платят, тем больше желание, скорее всего, туда идти работать. Давайте отремонтируем здесь дома, а это мы можем разрушить, восстановление пол-молотка и пол-кожи будет стоить и бесплатно в плане денег, ну, слушайте, эта территория довольно дешево нам обошлась, это определенно хорошо, так, давайте, наверное, все вот эти дома восстановим, это библиотека, нам она, скорее всего, не нужна, все же, поэтому мы ее разбираем, я не думаю, что здесь библиотеки нужны, хотя, ну, они, да, они, проблема в том, что будут забирать у нас определенный, короче, монетки будут забирать на содержание и нам это не очень нужно, тулмейкеры здесь работать не будут, да, поэтому мы их разбираем, но они бесплатные первого уровня тулмейкеры, поэтому мы с этих зданий ничего не получим, и по идее это поселение уже прекрасно будет себя обеспечивать едой, а, ну да, нам правильно, надо сначала торговца поставить, обязательно торговца, который будет эту еду жителям продавать, и здесь у нас критический приоритет будет, конечно же, ну и здесь, да, и один как раз рабочий будет работать пока что на производстве еды, и, ну, на охоте, да, и, может быть, сюда буду добавлять потихоньку, потихоньку еще рабочих со временем, когда денег будет больше, мы пять монет потратили на вот это здание, ага, по-моему, у нас там где-то мясо купили, поэтому денег меньше стало, может быть, сейчас они поймут, что надо пойти работой, заняться, и все будет хорошо, по идее, ну и потом, когда расплодятся, здесь будет производиться больше мяса, чем нужно этим жителям, плюс кожа будет дополнительно производиться, и со временем будем здесь фермы тоже обустраивать, но пока эти фермы будут там понемножку, понемножку собирать вот эти вот ресурсы, мы их будем тоже отправлять в столицу, это будет неплохим подспорьем. Тут еще какая фишка, когда в столице у нас 800 жителей стукнет, все животные, ну, на которых охотятся, все дикие животные, не те, которых мы разводим, а именно дикие животные исчезнут, и у нас охотников в принципе не будет уже, поэтому освободится 9 рабочих, конечно, с одной стороны у нас, да, у нас там 3 этих самых 3 места для охотников, но с другой стороны производство мяса понизится заметно сильно, нам нужно будет больше выращивать, и мы, мы, кстати, можем здесь, наверное, а нет, уже не можем, потому что места нет, ну, короче, надо будет где-то построить еще пастбище для буйволов, эти, по идее, животные останутся, и тут все будет хорошо, вот, ну, короче, в любом случае эти охотники, это неплохое подспорье для нас в производстве мяса будет, но, наверное, я пока больше не буду в мясо вкладываться, не знаю, наверное, наверное, не стоит, так, ну, и сейчас дождемся, пока торговец достроится, чтобы выставить продажу мяса, а то жители, конечно же, есть тут ничего не смогут, и они страдают уже, бедняги, и пять уже рабочих работают где-то, да, и как будто бы один еще безработный, ладно, так, достроились, и давайте поставим мясо на продажу, посмотрим, сколько, тут вот, конечно, когда поселение вот прям растет, растет, да, то не очень удобно выставлять продажу мяса, ну, у нас пока спрос, да, никакой, поэтому мы поставим продажу одной единички мяса на данный момент, и все, все остальное мясо пусть собирается, идет в плюс, и мы его потом, может быть, куда-то распределим, ну, или потом его со временем тут съедят тоже, так, тут сразу рабочие заняли свои места, потому что тут платят, и как раз три охотника у нас есть, хорошо, этого нам хватит, для того, чтобы эта территория потихонечку, вот, теперь уже нормально тут отображается, пять активного населения, а не шесть, как было, и четыре свиноженушки, вот, когда здесь поймут, что можно уже есть, то поселение будет потихонечку развиваться, свины будут плодиться, мы можем это ускорить, построив еще несколько рынков, да, и добавив другие виды продукции здесь, но, ну, кстати, это, не такая уже плохая идея, рынок пять монет, тем более, пока они едят весьма мало, три дерева, два молотка, одна кожа, кожи у нас хватает, пять монет, ну, вообще, да, давайте, что мы можем сюда добавить, какую, а, как, как нам ее добавить, еще тоже вот вопрос хороший, мы можем просто добавить активного населения, отправить их работать вот сюда, здесь будет добываться два типа пищи сразу, по чуть-чуть как раз им этого хватит, но, получается, нам надо три рабочих, четыре, пять рабочих здесь, чтобы хорошо было, ну, и, может быть, свиноженушку, да, еще одну, две, три, я даже не знаю, сейчас посмотрим, что у нас по вот этим территориям, тут у нас шесть жителей, да, а здесь у нас один житель всего лишь, ну, вот, как-то так получается в этой региональной территории, я привел сюда еще шесть рабочих и шесть свиножен, уже первый поросенок тут родился, получается, три вида еды пока что хватает, чтобы, да, удовлетворить потребности всех жителей, но это пока что, пока, да, тут всего меньше одной требуется, мясо, да, мясо можем тоже поставить меньше, чтобы продавалось, короче, вот этого хватит еще на какое-то время, одного кусочка мяса, одного кусочка салата и нута, производство тут скромное пока что, да, но мы будем добавлять сюда поля, естественно, со временем, вот, и в принципе мы можем тот же нут уже сейчас высадить, у меня есть запас нута небольшой, который я оставлял как раз для, в принципе, для этих дел, а, ну, нут мы, да, чтобы нут высаживать, нам надо вложить очки в него, а салат пока надо, короче, накопить еще салата будет, но в целом, да, с этой территории по большому счету мы закончили, тут нужно просто, чтобы население немного еще расплодилось и будет все хорошо, в этой территории идет вполне себе положительный торговый баланс, да, плюс 8 монет идет плюсом, тут плюс 14, тут плюс 15, тут плюс 11, тут плюс 48, это, наверное, с учетом, да, это не торговля, наверное, да, с учетом принудительного труда все же, мне кажется, ну, в общем, и готовлю еще сейчас, чтобы занять, наверное, заклеймить вот этот вот тайл и немного населения для того, чтобы заложить еще одну региональную территорию, наверное, вот здесь, я думаю, это для нас будет сейчас наиболее подходящим вариантом, потому что у нас есть ячмень, который мы можем выращивать и делать из него пиво через какое-то время, опять же, и эта территория как раз для этого будет очень хорошо подходить за счет того, что здесь река и более высокое плодородие вдоль реки идет на каком-то относительно небольшом расстоянии, но все же там шестерочка, дальше еще троечка, в принципе, да, вот эта вот троечка, эта шестерочка, то, что ярко салатовым таким светится, это в принципе неплохой такой вариант для полей, может быть, еще, ну, короче, посмотри, тут вариантов много на самом деле, что мы здесь можем выращивать и нам много всего нужно, я, конечно, хотел изначально вот эту территорию занять, для того, чтобы можно было выращивать бананы и кукурузу, которую я уже давно отложил, в принципе, чтобы потихонечку начинать и разводить, но опять же, нам для того, чтобы это все выращивать, нам нужно вложить очки культуры сюда, а с едой в принципе у нас проблем пока что нет, нам хватит салата, которую мы выращиваем, хватит риса и бобов, надо будет бобов еще рассадить хорошенечко, ну, в общем, нам этого хватит, по большому счету, чтобы еще довольно много населения поддерживать, вот, а потом уже после пива, после пива только, мы будем вкладываться в, наверное, в кукурузу первым делом, потому что из кукурузы мы можем муку делать, из муки можем делать хлеб кукурузный, лепешки какие-нибудь будем печь, может быть, когда-нибудь, но это такое, ладно, в любом случае, я думаю, тут суть понятна, я на этом пока что серию закончу, с одной территорией мы разобрались, со второй я, наверное, уже вне записи немного попозже, нам еще часик надо подождать, займусь потихоньку, ну, и да, буду, наверное, сейчас надо будет посмотреть на эту территорию мясо загрузить, у нас тут запасы вроде бы есть, можно поставить теперь, чтобы эта территория покупала мясо, и салат, весь салат, который выращивается, будет, ну, 8 будет в столицу идти стабильно, да, все остальное будет идти сюда и там я его буду пока что на ферму рассаживать, чтобы там производства тоже было побольше, вот, и, ну, и, наверное, да, как только появится еще одно свободное очко, первым делом начнем выращивать ячмень, итак, третий день записи этой серии идет, я хочу все-таки небольшой кусочек полезной информации добавить в эту серию, не откладывая на следующую, потому что, если эта серия три дня заняла, то следующая неизвестно, когда выйдет вообще, вот, и, ребята в комментариях подсказали очень важный момент по поводу самой важной политики, это взятки, самое главное в политике это, конечно же, взятки, да, изначально, когда мы ставим взятки там олигархам сколько-то, неважно, в принципе, сколько мы поставим, мы видим, по большому счету, прибавку только вот этой вот поддержки, она сюда, по-моему, сразу же добавляется, ну, практически сразу же, но дальше, чтобы весь эффект от этой политики ощутить, нужно ждать, нужно ждать, пока олигархи поймут, насколько они богаты, пока они оприходуют все взятки, да, потратят все эти деньги и поймут, что они могут их постоянно тратить, вот, и у нас еще, я, наверное, сколько, часов шесть назад, по-моему, включил эти политические взятки, и до сих пор еще олигархи на полную не распробовали свое богатство, это позволило снизить не взятки, а привилегии для лидера, потому что они, как бы, не так много пользы сейчас дают, да, я вот их снизил, получается, до 20, с 25, но мы тут на 8 монет, на 10 меньше получаем вклада лидера, да, но тут, по-моему, тоже картина особо сильно не поменялась, но это он еще тоже лидер, да, не понял, насколько он обеднел за последнее время, это тоже нужно время, и, кстати, он обеднеет почему-то очень-очень медленно, что на самом деле хорошо для нас, но это, в принципе, наверное, не столь важно, очень важно то, что политические взятки позволили нам убрать непотизм, и также у меня стоял делегированный принудительный труд, вот, это очень сильно било, как по конфликту, да, очень сильно его повышало, так и резало нам на 20% нашу культуру, теперь у нас где-то 18 часов, а не сутки практически на каждое, ну, на какое-то время, да, каждое очко культуры будет по 18 часов, ну, не по 18 часов, с каждым разом все больше и больше будет, ну, короче, да, на 20% быстрее эти очки будут набираться, вот, что тоже очень важно, у меня непотизм стоял, не знаю, наверное, последнюю неделю всю, ну, может быть, меньше недели, ну, в общем, да, довольно долго, и все это время мы могли иметь намного больше очков цивилизации, вот, и сейчас уже убралась черта цивилизации, как она там, культурная черта на употребление украшений, и у нас есть три очка цивилизации сейчас, которые мы вложим в производство, в производство, выращивание ячменя, вот он, ячмень, хорошо, и потихонечку начнем сейчас вот на этой территории, да, как я уже говорил, в прошлой серии, не в прошлой серии, в этой серии, чуть пораньше, да, что вне записи эту территорию займу, я ее благополучно занял, вот, и тут у нас варвары, варвары, я, если честно, уже одного варвара, вот такого одинокого свинандертальца, вот на этой территории убил, и я увидел, как он туда попал, мой сосед вот здесь зачистил вот эту территорию, тут свинандертальца, четыре свинандертальца стояли, да, он напал, один почему-то сбежал, и я вот видел, как раз, вот прямо перед моими глазами, он с этого тайла пробежал через эту, это море, да, и стал сюда почему-то, ну и вот, видимо, еще один, где-то, где-то кто-то зачистил небольшой отряд варваров, да, и эти варвары теперь у меня здесь сидят, может быть, здесь были варвары, не знаю, ну вот, но этот наш сосед занял эту территорию себе, ну, нам надо теперь с этим разобраться, давайте мы у них, а, у этого, кстати, сила 8, у того одинокого свинандертальца сила 0 даже была, у этого 8 есть, я думаю, что мы справимся одним лучником, я просто поставлю одного отдельного лучника, чтобы наш основной отряд лучников не тратил очки действия свои, вот, и когда восполнятся очки действия, я нападу на этот отряд, и все, а основной отряд наших лучников мы можем, можем, можем чем-то полезным занять, что нам, что нам нужно, грязь заканчивается, в принципе, грязь нам нужна для улучшения ферм, поэтому можно, наверное, ее взять, что у нас тут, возьмем мы тут немного грязи, да, возьмем немного грязи, так, окей, как у нас четыре буйвола, о, рис покупают, смотрите, давайте посмотрим, что тут у нас по торговле за последний день произошло, показать все ресурсы, это мы мясо сами у себя покупаем, в минус по деньгам идем, да, ну, как бы мы просто перемещаем с одного, с одной территории на другую, так, рис, 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 ой, смотрите, сколько людей уже рис у нас покупает, по чуть-чуть, да, ну, как бы, но зато относительно регулярно, это очень хорошо, это прям, ну, очень хорошо, а это я кирпичи покупал, потом кожу покупали у нас, это, отправлял золото, получается, с аванпоста, опять рис покупали, рис, кожу, медную руду, но сейчас уже медную руду я не продаю, даже мотыги покупали, мотыги довольно дорого я поставил, да, но их покупали вполне себе, пару штук, пару партий по пять взяли, у меня их там сотня была, но теперь сотни нет, потому что я вот здесь огромные поля сделал, конечно, тут можно там еще на самом деле доделать даже чуть-чуть, есть возможность на этой территории убрал еще одного рыбака и добавил еще одну ферму третью ферму две фермы тут производят рис выращивают и одна ферма теперь выращивает фасоль бобы вот еще можно немножко добавить и очень мне нравится новая разметка полей конечно вот так в два клика бахнул и все и порядок тут я даже не знаю на сто монет получается транспортировка ресурса со столицы мотыги и там же у меня были бобы фасоль 100 монет на вот этот размер поля пришлось потратить просто за то чтобы те ресурсы там купить получается да и здесь их использовать вот что еще важный момент как у нас по количеству жителей количество жителей стремительно растет у нас уже 200 именно активного рабочего населения это конечно с одной стороны хорошо но после 800 жителей животные со столицы у нас все исчезнут и это не очень хорошо уже конечно будет мы лишимся большого количества мяса я сейчас немного экономлю на мясе в столице кормлю больше растительной пищей мясо на единичку меньше продаю можно даже еще меньше поставить чтобы у нас мясо просто собиралось дополнительно мы тратим сейчас все это мясо по оригинальным территориям все 15 как раз 3 оригинальные территории у нас нуждаются в мясе остальные сами себя обеспечивают в целом вот но я уменьшил разделку буйволов чтобы у нас буйволы копились потихонечку в плюс чтобы можно было их вот наверное здесь же на этой же территории начинать потихоньку разводить и наверное я сейчас сразу же поставлю сейчас посмотрим денег насколько хватит выращиваться ячмень чтобы он потихоньку собирался здесь у меня пока глину добывают дополнительную там в столице не хватает вот и где тут мои все домики давайте мы поставим здесь ну первым делом наверное ферму написано 7 монет будет стоить ферма но опять же это без учета доставки сюда ресурсов со столицы у нас сейчас 230 монет и 31 монету мы потратили на эту ферму давайте еще сразу построим животноводческую рядышком здесь и потихонечку начнем застраивать тут у нас буйволы охотятся на буйволов мясо здесь в принципе хватает не в принципе а тут да тут даже еще остается излишки мяса чтобы поддерживать все население здесь как тут дела вообще кстати насчет может быть уже расплодились и им нужно больше мяса нет пока не нужно мы даже продаем больше чем нужно им ну то есть в никуда уходит часть мяса здесь так и я наверное все таки даже в первую очередь именно буйволов здесь поставлю на самой плодородной территории единственное что сюда бы хотелось еще добавить немного жителей вот тут пять человек безработных обалдеть как раз вы то нам и надо пятерых берем может быть еще возьмем немного свиножен оттуда вот так по скромному вот и в целом я со столицы уже тоже потихонечку периодически свиножен забираю потому что нам не надо здесь столько населения пока да нужно как-то его уменьшать потихоньку вот месопарками рынок просит и сейчас этих свиножен когда у них там ну не сейчас а да когда через часа три когда у них восстановятся все очки действия мы отправим исследовать мария загрузим их где там во флинт вижу кремнем немного вот и отправим исследовать я уже небольшую часть здесь разведал и тут конечно у соседа территория такая весьма печальная для старта была все реки довольно далеко от него да тут конечно вообще грустно и и вот тут уже прям пустыня рядышком развиваться по большому счету особо некуда куда-то сюда пытаться выходить наверное может быть да ему стоило куда-то сюда а тут еще у него куча этих всяких варваров тут не пройти нигде там страшная территория так что еще мы делаем давайте посмотрим тут у нас трое есть давайте сразу заберем троих может даже четверых в принципе можно смело забрать отсюда мы не будем никого забирать пока этот варвар стоит и посмотрим что у нас здесь тут еще есть рабочие места 31 поросенок ну плодятся пока все нормально надо будет просто поглядывать чтобы опять же когда они расплодятся увеличить им вот уже в принципе наверное можно им увеличить количество мяса которое они будут съедать где-то тут у нас что я уже и не помню тут пока да у нас три торговца едят все все подряд все что выращивают но не то чтобы как-то заметно больше рост чем в той территории чем вот в этой территории где только мясо одно едят так нам надо еще одно очко действия сюда дождаться и как раз пойдем настраивать поля и фермы и мы потратили 140 монет 136 монет где-то да плюс минус вот лояльность сейчас довольно хорошо держится и это да это при том что я еще и добавил вот эти вот поборы сельскохозяйственные на 40 поставил их до 75 можно повысить но я бы не сказал что там что-то как-то сильно меняется да нам нужно просто больше товаров продавать вот но торговый баланс увеличивается чем больше мы ставим да тем чуть больше становится торговый баланс но как-то так скромненько короче поэтому от принудительного труда пока никак не получается отказаться а кстати еще момент не то чтобы сейчас он прям очень сильно важный но в целом важный это привилегии для этих самых для чиновников я на десятку поставил это позволяет в столице снизить если мы вот здесь вот смотрим потеря именно от чиновников от коррупции чиновников снизить практически до нуля там опять же да в зависимости от разных факторов нужно разный процент ставить привилегии но он был ну не то что прям намного выше но был выше этот параметр и мы по-моему где-то на 20 монет больше именно теряли именно потерями все время ну тут пока все равно может даже не на 20 а больше даже 20 может быть там около 50-60 потери были но в общем все равно это пока еще относительно небольшие такие потери это как бы ну важно в целом мы теряем свое богатство да чем меньше наше богатство тем хуже как бы тоже поэтому привилегии с одной стороны хорошо а с другой стороны и не очень но мне в принципе нравится то что мы получаем более-менее плюс-минус 100 монет при этом сейчас конечно не идет никаких государственных закупок да производство по минимуму работает но я периодически ставлю вот таким вот образом ставлю и здесь тоже и на производстве луков и на добыче камня все остальные производства у меня работают на полную силу потому что они ну как бы прибыльные да а все вот это то что я сейчас выставил это убыточное производство которое нужно постоянно как бы закупать государством но можно немного жульничать и поставить закупку и убрать ее через время и все вроде норм получается как бы как бы посмотрим посмотрим сейчас вот они разгонятся да и в принципе можно будет убрать и они там еще какое-то время полчасика ну там постепенно постепенно уменьшается их производительность но да работа более-менее идет получше при этом мы ничего не тратим так этих мы распускаем здесь этот товарищ наверное сюда пойдет можно было и в столицу конечно его отправить но в столицу мы отсюда заберем наверное надо короче свиножон в столице менять потихонечку на на активное население а то у нас свиножон в столице 160 ну да так хорошо давайте теперь сюда возвращаемся и разместим загоны для буйволов буйволов надо отправлять будет в столицу надо будет в столице и покупать этих буйволов потому что если не отправлять их туда то по идее они здесь тоже будут убыточными ну и собственно этот самый тоже так тут пятеро мы поставим здесь критичный приоритет ячмень тоже нужно будет отправлять в столицу чтобы эти два производства работали на полную без этого будет не очень так хорошо или давайте с буйволов все же мы начнем буйволов вот здесь хорошее место в целом такое можно было чуть-чуть дальше да мне вот только не нравится то что когда мы отменяем нужно заново все настраивать так вот так и что там у нас вот так четверо плодородия 5 и 7 то есть это в два раза больше чем у нас и это мы как будто бы не четырех буйволов здесь разместили а восьмерых будет очень интересно посмотреть сколько будет прибавка сейчас когда когда это самое да они там уже появится действительно так наверное здесь я тоже буйволов сделаю здесь на вот этих всех больших участках и здесь и здесь а наверное где-то по краям начнем высаживать что там а там типа вода по краям вот здесь начнем высаживать ячмень там тоже где-то вода небольшими такими наверное этими чтобы побольше хорошего плодородия взять ну и тут тоже не стесняемся тут ячменевых полей тоже будет с одной фермы достаточно много и вот тут можно наверное вот так бахнуть не видно где вода единственное что не очень удобно вот там пару тайлов было так хорошо с этой стороны наверное хватит пойдем сюда все закончилось закончилось так хорошо давайте посмотрим по 0 3 красота какая красота и мы все наши бабки потратили все бабки потратили но да мне во всяком случае кажется я может быть не прав здесь но по-моему если не отправлять их в столицу то есть если никто их покупать не будет отсюда то производство через время да денег нет и избегает работы здесь рабочие да все верно короче буфало одну штучку отправим ну типа да скажем чтобы одну отправляли и ячмень поставим пока 4 потом когда производство увеличится мы просто вот сюда нажимаем и можно нажать потом еще раз сюда и отрегулировать здесь параметры побольше поставить например так и где там глина наша вот здесь ну тут да регулярный приоритет улучшить не могу потому что здесь нужны строители но я не хочу здесь строителей строить для улучшения этого нужны рабочие активные строители хотя я не пробовал в столице их убрать типа с исследованием они у меня сейчас там исследуют что-то если я их уберу не ну правильно они со столицы не будут работать потому что здесь именно должен быть ресурс строительный ну мне так кажется во всяком случае ладно короче не столь важно важно чтобы вот это вот все работало сейчас хорошо и сейчас игра должна понять что здесь уже ничего не не собирается и все в столицу отправляется так тут пока 0.9 и ячмей не появился пока что давайте еще посмотрим на торговлю рисом я там поставил сразу сотню риса продаваться у меня кстати первый конкурент появился это мы видели чуть ранее в этой серии эль президента из тропика да не просто он видимо так себя назвал тоже в джунгля где-то живет в немногочисленных совсем джунглях на этой карте и он тоже рис продает но продает его заметно меньше чем я видимо вот и я даже поставил сотню риса сразу так вот потому что когда мы ставим какой-то ордер у нас товар сразу забирают и таким образом этот товар не лежит на складах что тоже довольно важно во что-то изменилось да вижу 3 ячменя и вижу 1 и 2 буйвола моих отлично нам нужно будет расплодить довольно много буйволов чтобы мы могли поддерживать нашу столицу именно нашими одними мясниками без охотников и на данный момент у нас один мясник равен точнее наоборот один охотник равен 4 мясникам ну если по количеству зданий именно считать а по рабочим ой-ой-ой у нас 3 охотника а мясника 2 работают то есть 3 охотника как 6 мясников но кожи намного больше они дают с буйволов конечно же но да это это как бы временно у нас есть уже технология где-то тут она была жидкий металл нам только денег на нее не хватает в принципе мы уже можем ее ставить исследоваться и у нас 100 очков еще есть да мы не знаю что сколько сколько у нас а ну 10 этих у нас 10 кузнецов 1 день все равно очень долго 1 день без производства инструментов вообще ужас а если 5 поставить 1.18 но я теперь уже наверное ни на что деньги особо тратить не буду ячмень пока пусть собирается пока его чуть побольше там не будет и единственное что буйволов да буду по возможности как только в игру буду заходить сразу там плодить буйволов буду так кстати что-то риса мало уже становится надо возвращать чтобы автоматические покупки шли потому что вот этот вот ордерный рис я поставил он не автоматически не пополняется то есть да его нужно вручную каждый раз там как я понимаю хотя может быть и нет наверное отсюда тоже будут покупки идти ну короче я наверное уберу мы это вот так вот делаем убираем ордер отсюда вот раз у нас так бодро сейчас все начали рис покупать это значит что все вот эти вот игроки они вложили себе культурную черту взяли на потребление риса да помимо всех тех товаров которые они потребляют ну сами по себе плюс помимо тех товаров которые они может быть еще покупают там да поэтому это конечно интересно интересно так итого у нас 5.9 1.5 что-то маловато тут в принципе нормально по-моему десяток инструментов где-то да тут должно быть больше почему здесь производство не на полную раскочегарилось интересно здесь да порядок 2.2 это по-моему на пределе ну и луки там быстро в 1.4 в 1.5 выходит а там у нас наверное рабочих просто нет да у нас еще двух рабочих не хватает вот поэтому один и производим а так три производим по-моему может три с копейками даже сейчас просто нет рабочих и все ну в целом дело идет да рис мы продаем денежку с этого хоть какую-то дополнительно получаем уже уже хорошо если госзакупки отключить то у нас и в целом вполне хорошая прибыль идет ну это получается где-то раз она постепенно прибавляется но сумма это идет где-то на два с половиной часа по-моему но прибавляется по чуть-чуть по чуть-чуть на протяжении все время стабильно вот но мы можем наверное еще поднять ну как бы вот и не хочется поднимать еще принудительный труд но мы можем это сделать у нас да как минимум позволяет лояльность еще на девять поднять принудительный труд а это куча денег будет но хочу ли я это делать производство всего уменьшится наверное пока не хочу мы можем поднять вот эту вот штуку на десятку или даже на давайте ой стоп на десятку может пару копеек в торговый баланс прибавится а я камень еще не выключил я думаю что-то что-то не то получается вот вроде теперь все повыключал здесь а и да топоры тоже не выключил вот теперь я все повыключал здесь ну конечно вот это то что нужно ждать пока все эти цены устаканятся и все 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 везде поймет что происходит да торговый баланс чуть поднялся здесь у нас ну тут вроде как еще можно поднять даже этот самый до шестидесяти попробуем вообще когда народу чуть побольше станет активного населения именно здесь мы начнем строить я уже построил пару башен дополнительных начнем еще больше башен строить ну вот пару башен здесь еще построил но мы еще построим тут 15 по-моему башен может быть если я не ошибаюсь в городе у нас и мы еще не строили потому потому что там нужно снабжать ресурсами короче местную полицию мужиков с дубинами которые будут патрулировать улицы что еще повысит лояльность они будут создавать еще новый ресурс устрашения у нас есть гардинг именно как защита то будет что-то типа устрашения не знаю как на русском его перевели вот и это тоже еще повысит лояльность мы еще сможем больше выкрутить те же например сельскохозяйственные поборы ну и они у нас будут становиться все больше и больше чем будет город больше расти чем больше мы здесь будем товаров продавать тем больше будем с этого деньги получать да вон уже на 64 монетки поднялась ну вот это в принципе уже неплохо как у нас тут дела стабильная лояльность и при этом еще у нас конфликт уменьшится на пятерочку то есть лояльность поднимется соответственно на пятерочку но легитимность наша понизится еще немного за счет того что лидер чуть беднее станет и будет меньше вклад вносить в в легитимность да у нас сейчас она 68 но я не думаю что она прям сильно понизится ну может быть на пару единиц но кстати может быть нет я думаю нормально будет да я думаю пока что так оставлю и просто через время стоит почаще заходить в игру и проверять как тут с лояльностью дела потому что особенно когда вот она около 30 и есть какие-то возможности что она может опуститься да вот как например за счет меньшего вклада лидера будет у нас лояльность меньше легитимность соответственно меньше лояльность то лучше периодически посматривать и не оставлять игру надолго без присмотра а то можно зайти в игру и вместо города будут ну кстати город наверное так и останется просто он будет захвачен повстанцами недовольными и все ну как то так да дела уже заметно лучше 100 монет это уже вполне доход 120 да хочется еще конечно убрать этот принудительный труд но мы со временем от него я думаю избавимся дальше когда у нас там казначейство какое-то будет налоги да вот тогда уже можно будет и от принудительного труда избавиться совсем но доживем ли мы до этого я пока не знаю посмотрим в любом случае теперь уже я пожалуй серию закончу да всем спасибо за просмотр всем пока и увидимся в следующей серии